За время больших гастролей театра оперы и балета в Сочи наши театралы успели соскучиться по любимым артистам и с нетерпением ждут их выступлений на родной сцене. 4 сентября опера «Акпатр» прозвучит под открытым небом на просторах Килимарского района в деревне Алешкино. А уже 8 сентября на сцене театра состоится открытие первого фестиваля оперного искусства имени Андрея Яковлевича Ишпая. Чем еще будут радовать артисты театра любимую публику в новом 54 сезоне, узнали мои коллеги. Артисты театра оперы и балета имени Эрика Сапаева восстанавливают силы после больших гастролей в Сочи и готовятся к новому театральному сезону, который обещает быть ярким и насыщенным. С 8 по 19 сентября на сцене театра пройдет первый фестиваль оперного искусства имени Андрея Ишпая. Ценители классического искусства услышат звезд мировой оперной сцены в спектаклях Евгений Онегин, Аида, Травиата, Ригалетта. В конце октября театр представит премьеру балет «Белый лебедь» по произведению Виктора Добросоцкого в постановке хореографа Дениса Фейзова. Далее артисты приступят к возрождению спектакля «Хрустальный дворец», судьба которого передана в руки нашего театра его московскими коллегами. Уникальность этого спектакля в том, что спектакль была премьера 10 сентября 2018 года на сцене Большого театра. Это комический проект, прошел он всего 4 раза и далее проект был заморожен. Декорации были складированы в Москве и по предложению моих коллег, московских Екатерины Вероновой, Александра Сомова, это постановщики спектакля, было предложено передать спектакль нашему театру. Ну, чтобы сказать о масштабах этого спектакля, бюджет спектакля, когда он состоялся в Большом театре, это костюмы и декорации, составляет миллион долларов. Сейчас этот спектакль передан нам на безвозмездной основе, мы будем им пользоваться в течение пяти лет. Новогодняя программа под названием «А снег идет» будет посвящена творчеству знаменитого композитора Андрея Шпая. Помимо популярных мелодий, зрители смогут открыть для себя и другой мир музыки маэстро. В апреле традиционный фестиваль в честь Галины Улановой, в рамках которого наши зрители увидят настоящий парад звезд российского балета. Откроется фестиваль премьерой «Русский Гамлет» в постановке мастера хореографии Бориса Эйфмана. Спектакль, который для меня лично очень дорог, вот висит афиша, я в свое время, в 2000 году танцевал премьеру на сцене Большого театра в роли Павла Первого, главная партия этого спектакля. Поэтому все так звезды срослись и благодаря поддержке проекта партии «Единая Россия» театра «Мало городов» в отделении денежных средств мы сможем себе позволить поставить столь грандиозный спектакль, музыка Бетховена Малера, сценография Окунева, блестящего сценографа из Санкт-Петербурга, ну и Бориса Эйфмана. Здесь уже, конечно, все этим сказано. Завершится 54-й театральный сезон очередными премьерами. Масштабная опера «Рассини» «Севильский цирюльник» станет настоящим подарком для наших меломанов. А финальный аккорд по традиции прозвучит на просторах деревни Алешкино в Килимарском районе, где будет показана опера «Алдияр» Элины Архиповой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова